Беспричинно. Перевод. Благодаря предному служению Личности Бога Шри Кришни, человек тотчас же обретает беспричинное знание и избавляется от всех страданий, от привязанности к миру. Благодаря предному служению Личности Бога Шри Кришни, человек тотчас же обретает беспричинное знание и избавляется от привязанности к миру. Комментарий Божественной Милости Шилл Браппад. Те, кто считает преданное служение Верховному Господу Шри Кришне чем-то вроде проявления материальной сентиментальности, могут возразить, что богооткровенные писания рекомендуют жертвоприношение, благотворительность, аскетизм, приобретение знаний, мистических сил и другие аналогичные методы трансцендентного самопознания. По их мнению, в Бхактии преданное служение Господу предназначено для тех, кто не способен к более возвышенной деятельности. Обычно говорят, что культ Бхактии предназначен для шутер, ващевых и женщин, не обладающих развитым интеллектом. Но в действительности это не так. Культ Бхактии – вершина всей трансцендентной деятельности, потому он одновременно и возвышен, и прост. Он возвышен для чистых преданных, которые серьезно стремятся к установлению личных взаимоотношений с Верховным Господом и легок для новичков, стоящих лишь на пороге дома Бхакти. Установление взаимоотношений с Верховной Личностью Бога Шри Кришной – это великая наука, и она открыта для всех живых существ, включая шудр, ващевых, женщин, даже тех, кто стоит ниже низкорожденных шудр. И говоря уж о людях высшей категории, к которым относятся квалифицированные брахманы и великие цари, достигшие самосознания. Все остальные формы деятельности, высшего порядка, жертвоприношения, благотворительность, аскетизм и так далее – прямое следствие чистого и научного культа Бхакти. Принципы знаний, непривязанности – два существенных фактора на пути трансцендентного сознания. Путь духовного развития приводит к совершенному познанию всего материального и духовного. Обретая такое совершенное знание, человек оставляет свои материальные привязанности, привязывается к духовной деятельности. Вопреки мнению несведущих людей, непривязанность к материальному вовсе не подразумевает полной пассивности. Наишкармия означает отказ от деятельности, приводящей к хорошим или плохим последствиям. Отрицание еще не предполагает отрицание позитивного. Отказ от пустяков не означает отказа от существенного. Аналогичным образом, под непривязанностью к материальным формам не подразумевается отрицание позитивной формы. Культ Бхакти предназначен для познания позитивной формы. Когда позитивная форма постигнута, негативно исчезает, само собой. Поэтому развитие культа Бхакти нельзя позитивное служение в позитивной форме, человек естественным образом, неся позитивное служение в позитивной форме, человек естественным образом утрачивает привязанность к низшему, привязывается к высшему. Поскольку культ Бхакти наивысшее занятие живого существа, он уводит его от удовлетворения материальных чувств. Это отличительный признак чистого предного. Он не глупец и не имеет дела с низшими энергиями. Материальные вещи не имеют для него ценности. Это состояние невозможно достичь просто бесплодными рассуждениями. На самом деле это происходит милостью Всевогущего Господа. И так тот, кто является чистым преданным, обладает всеми остальными положительными качествами, знанием, непривязанностью и так далее, но тот, кто обладает только знанием или непривязанностью, еще не обязательно сведущ и принципом культа Бхакти. Бхакти — высшая форма деятельности человека. Бхасудеви, Бхагавати, Бхакти-йога, Прайоджи-тага, Жнана-я-тя-шу-вай-раг-ям, Жнана-ча-я-таха-я-туха. Благодаря предному служению Личности Бога Шри Кришне человек тотчас же обретает беспричинное знание и избавляется от привязанностей к миру. Модер См Дальше вакствий Говорам. Пакутовый, да? Харе Кришна, Харе Кришна, Харе Раму. Харе Кришна, Харе Раму. Амам, амам, ай, ай. Доброе утро, дорогие друзья. Доброе утро, дорогие друзья. Доброе утро, дорогие друзья. Потому что он сладкий по природе. Сладкий вкус очень позитивный, самый позитивный вкус. Есть негативный вкус, например, горький. Идея заключается в том, что когда человек испытывает этот сладкий вкус служения, то его не привлекает что-то другое. Материальная деятельность по своей природе очень горькая, особенно когда человеку надо добиваться чего-то в материальной жизни, работать там и все прочее. Это горький вкус мир, потому что всегда это сопряжено с кармой. То есть большими трудностями и достижениями всей материальной пути, они очень тяжело даются. То есть это реально очень горький вкус. В общем, Матбхаба, вот здесь в твоей второй главе говорится, что если это еще не делается для приятного служения, это работа, тогда зачем она вообще нужна? Ну то есть она вообще тогда толку от нее никакого нет, это только одни проблемы. Вот, то есть здесь говорится о том, что человек, который оставил всю материальную деятельность ради Господа, даже если он несовершенный и упал, то в этом нет ничего плохого. Однако же если человек продолжает заниматься совершенным образом, даже выполнять все свои приписанные обязанности, совершенным образом, но без преданного служения, ничего не достигает в конечном счете, ничего, потому что просто запутывается дальше в этой силе кармы. Поэтому мы должны стремиться вот к этому позитивному вкусу, надо в конце концов понять, что же такое преданное служение, потому что по факту у нас этого знания, вот само по себе, вот оно как-то не открывается. Мы живем, работаем, вроде даже, допустим, мы с преданными общаемся, но не всегда вот это понимание, что же такое вот этот позитивный вкус, который освобождает от силы. Освобождает, что значит? Это беспричинное знание. Это знание, которое идет не от нас, а от него, беспричинное. То есть мы, ну как бы неожиданно так раз в сердце получили вот этот вкус. Вкус — это основа жизни вообще. Раса, вкус или раса — это основа жизни. Это самая глубокая часть нашего существования. Потому что вкусы все идут от души, потому что душа, она хочет счастья. А вкус, вот это слово «вкус раса», оно означает чувствовать счастье, ощущать его. И слабостные отношения с Господом и с чистыми преданными, они имеют самый изысканный вкус. Когда человек этот вкус чувствует, то его не привлекает дальше ничего в этой жизни. Так сильно, как этот вкус. И поэтому человек должен всеми своими силами почувствовать расу или вкус преданного. Это возможно только одним способом. С помощью внутреннего желания быть полезным умом. То есть слово «служение» вообще, оно на русском языке, оно очень сложно для понимания. Например, я приношу гуру, допустим, воды. Он говорит, слушай, я же тебя не просил. Я нормально, у меня нет сухости во рту. Ничего. Чем ты принес? Или, допустим, я его приготовил просад, который я люблю, а не он. Я как бы он ест, говорит, а почему ты решил, что мне нравится вот этот печеный адекват. И так далее. Ну, он ест, конечно, он счастлив, нет проблем. И воды, водичку попил, все хорошо. Но идея в чем заключается? В том, что вот слово «хочу быть полезным» означает, что я делаю именно то, что он хочет, а не то, что я. Вот это очень важно понять, что это труднодостижимая вещь, понять, чего хочет гуру. Для этого нужно очень глубокие отношения с ним сначала в своем сердце строить. Потому что по факту в нашей жизни обычной мы никогда не интересуемся тем, кто то, что хочет. Но нам это неинтересно. Допустим, женщине интересно, чтобы муж был вежливым, мягко себя вела. Но ей абсолютно неинтересно, что там у него внутри. Главное, чтобы он в себя по-человечески. Вот, мужчине тоже неинтересно, что там женщина от него хочет. Ну, ему интересно, чтобы она его любила, уважала. Понимаете, то есть мы по факту далеки друг от друга. В обычной жизни это невозможно. Достигнуть отношений очень глубоких невозможно. Потому что эти отношения глубокие могут строиться только на позитиве. А знаете, что такое позитив? Позитив — это духовная энергия. Мы не являемся ее обладателем. То есть для того, чтобы отношения на позитиве были, надо, чтобы отношения сами по себе не являлись главным в жизни. Позитив приходит, когда ты жизнь свою отдаешь в служение Богу, а все остальное идет фоном. Есть самое главное, раса, самое главное, когда входит в твоих отношениях с гуру. Ты думаешь, я это для гуру, делаю это, я живу для него, и он такой возвышенный, и он такой сладкий, у него какие сладкие отношения с Богом. Я живу для него. Не для семьи, не для работы, не для дома. А для него я живу. Сразу подумаем, а что это, это же предательство? Нет, это не предательство. Просто мы неправильно поняли вообще, что здесь происходит. Здесь происходит совсем другое. То есть мы верим искренне, что когда мы для близких живем людей, для всего, что здесь окружает нас, то мы какую-то очень крутую деятельность делаем. На самом деле надо понять, что в этом случае мы просто себя считаем Богом. Мы просто считаем, показываем всем, что я смогу вам помочь в этом мире. Но по факту это не так. Поэтому все рушится у людей в мире, потому что мы не можем помочь. Вот где гарантия, что у меня нога не отсохнет через год, допустим? Где у меня гарантия, что я не буду валяться в постели? Где гарантия, что у меня крышу не сорвет? Где гарантия, что у меня еще что-то не произойдет, и я буду обузой для своих близких? Почему я так уверен, что именно я смогу им помочь? Потому что это иллюзия. Мы не являемся здесь обладателями. Мы являемся, мы подчиненные природой имеем. Но с другой стороны, смотрите, когда преданный постоянно служит своему духовному учителю, от него исходит благодать Божья. То есть не то, что он обладатель этой благодати, а просто он как бы думает о нем, и в это время всем хорошо. Сладкий вкус распространяется. И это значит, что это правильная жизнь. Человек должен постоянно думать о том, что я хочу быть полезен Гуру. Я хочу быть полезен Гуру, я хочу быть полезен Шимат-Бхагаватом. Ну то есть хочу, так как Шимат-Бхагаватом пишется, так хочу жить. Полезен означает в буквальном смысле слова, что он живет, а я помогаю. Вот как быть полезным? Если, допустим, кто-то уберет, мол, пол моет, допустим, да, я прихожу, говорю, я хочу быть тебе полезен. Он говорит, ну помогай. И ты берешься и говоришь, иди отсюда, я сам помою. Или ты неправильно моешь, я правильно мою. Но если ты помогаешь, значит, ты делаешь то, что нужно тому человеку, который моет пол. Зачем тебе навязывать свои правила? Так? Ты просто делаешь то, что он хочет. И в это время ты забываешь про себя. У тебя нет своей жизни, ты живешь его жизнью. Его жизнь главная твоя, ну как бы на втором месте стоит. Не то, что в моей жизни совсем нет. Она есть, но она действует в рамках жизни святого человека. И поэтому мне хорошо, потому что карма-то не действует в этом случае. Кому я служу, того судьба и действует. Если я служу гуру, то его служа, судьба действует, а его судьба, там нет кармы в его судьбе. Поэтому нектаром наполняется вся моя жизнь. Это не значит, что я от своей жизни отказался. Нет. Просто жизнь, изначальное положение живого существа, не жить своей жизнью. В духовном мире никто своей жизнью не живет. Все живут жизнью, то есть мыслями того объекта, которому они служат. Вот, допустим, взять гопи. Они о себе вообще забывают. У них нет идеи о себе вообще. Думают только о Кришне. Иногда они даже, как он, потанцуют. Ну, то есть они вообще ведут себя, как он совершенно. Вот, когда они Кришну видят, они начинают роль выполнять служение. Какое у них служение? У них в откуре раса. То есть они становятся, начинают ласки им устроить и все. То есть они для него так служат, живут. Они не для себя глазки строят, чтобы захватить мужика, создать семью. Человек даже не подозревает, когда он замуж с женщиной берет, он даже не подозревает, что будет дальше. Она же размножается. Она была одна, потом тю-тю-тю-тю-тю. Уже много. И всем надо служить. А потом ты ее одну берешь, и она привязана к родственникам очень сильно. Тебе надо родственникам ее тоже служить. Потом она к твоим родственникам привязывается. Тебе им тоже надо служить. Раньше не служил, теперь надо. Она требует. И все она, то есть полностью все как бы... Ты взял жену, и потом на нее работаешь всю жизнь. Она размножается. Там родственники все столько заботы получаются. Я что-то не так говорю, брат? Вот. Ну то есть человек, когда ты думаешь, какая красота. Сейчас с красотой буду жить. Ничего подобного. Она размножается, красота. И проблем становится. С каждым разом все больше и больше. Таким образом, идея в чем заключается? В том, что мы не можем никому здесь помочь. Не можем. Если все заорут, дети, жена вместе, ты ничего не сделаешь. Не сможешь им помочь, ей нет силы. Но если ты служишь источнику, то все удовлетворены. Жена удовлетворена, дети удовлетворены. Все удовлетворены. Всем хорошо, потому что сладкий вкус. Вот смотрите. Мы пытаемся играть роль источника расы. Вот женщина, она строит глазки мужчине. Она источник расы, я нас считаю. Она не источник расы. Женская энергия, которая от нее идет, это энергия Бога. Мы не источник расы. Но если женщина служит Кришне, через нее тоже идет та же самая энергия счастья. Та же самая. Но она имеет другой совершенно вкус. Она освобождает человека, не привязывая. Если женщина сочетает, я слуга Кришны. Я заботюсь обо всем, потому что Кришна так хочет. Я почему служу мужу, жене? Почему я мужу готовлю то, что он хочет? Потому что Кришна хочет, чтобы я служил мужу. Все. Я готовлю ему то, что он хочет. И я счастливо служить Кришне. Потому что он зачем мне мужу-то дал? Если бы он не хотел, чтобы я ему служил, зачем давать тогда? То есть, вот этот изначальный вкус расы, он возникает в результате очень сильной потребности быть полезным духовному учителю. Быть полезным означает делать то, что ему нравится. Когда мы делаем то, что ему нравится, сразу его раса, его чистая раса, входит очень глубоко в сердце. Я начинаю чувствовать ее. Начинаю чувствовать, Господи, какой он чистый. Какой он возвышенный. Какая у него чистая, светлая жизнь. Я хочу быть частичкой этой светлой жизни. Я хочу в его миссии жить. Я хочу для него жить. Я хочу так, как он жить. Я хочу его наставление выполнять. Я хочу быть полезным ему. И вы скажете, ну как ты можешь быть полезным, если гуру там, а ты здесь. А мы все очень рядом. Вот когда человек влюбляется, он не чувствует, что он отделен от близкого человека. Моя любовь на пятом этаже, почти где луна. Моя любовь, наверное, спит уже спокойно во сна. Видите, он рядом находится. Он недалеко, рядом. Хоть он внизу, она на пятом этаже. Но рядом, все. Точно так же, когда человек служит гуру, он тоже рядом. Он никогда не бывает разлучен. Он чувствует гуру в сердце. Он чувствует его как право, эту чистоту. И он постоянно живет для него. И эта жизнь для гуру, она не приносит ревности. Муж не ревнует. Почему? Потому что это другая раса. Это более чистые отношения. И они ничего общего не имеют с потребностью человека эксплуатировать друг друга. Ну вот, допустим, тело жены принадлежит мужу. Пища, красава принадлежит мужу. Вот. Все, что он захочет, принадлежит мужу. А сердце жены ему не нужно. Сердце не нужно мужу, потому что он ничего с ним не может сделать. Вот представьте, когда женщина влюбляется так сильно, что мужчина должен сердце ее взять. Что это значит? Это значит, она становится настолько преданной ему, что он не может это унести. Она смотрит на него вот так постоянно. И он не знает, что с этим делать. Она с ним хочет очень близких отношений. Она говорит, давай поговорим. Он не может выдержать этой энергии такой сильной. Он говорит, давай в следующий раз. Не может это быть, это же потому, что это огромная сила. Она же действует на мозги. И ты не знаешь, что делать с этим. Она потом, так как она раса, она как бы полностью предалась тебе. Это значит, она требует полной взаимности. А полной взаимности означает, никуда смотреть нельзя. Никуда смотреть нельзя. Надо постоянно стопроцентное внимание на нее иметь. Стопроцентное внимание. Ни о чем больше нельзя думать. Только жене. Вот дальше надо полностью понимать все ее мысли, чувства. Чуть-чуть не понимаешь, все, она в шоке. А почему ты не понимаешь? Ты не понимаешь меня? То есть она удивлена очень. Почему он не понимает? Потому что он не Бог. Он просто обычный человек. Он себя-то толком не понимает. Не то, что женой. Он сам не понимает, что ему надо. Видите, мы как бы сердце доверяем близкому человеку. Или мужчина доверил жене свое сердце. Он такой уверен, что она ему верна на 100%. А потом раз, она кому-то улыбнулась, он... Когда улыбнулась, просто потому что она женщина. Не то, что она там полюбила кого-то. Женщина как реагирует? Я лекцию читал в этом, в Москве, несколько дней назад. Я говорю, женщина не может не отвечать... Не может не отвечать на ласку. Женщина не может. Вот ты на нее с ласковой что-то и говоришь, она не может не отвечать. Поэтому в культуру надо отношения такое установить в обществе, чтобы мужчины, женщины, чужие не расу не проявляли слишком сильно друг к другу. Должны быть спокойные такие, нейтральные, уважительные отношения. И одна женщина говорит, а я не реагирую. Я посмотрел на меня, такое естественное, я говорю, ой, какая вы красивая вообще. Вы не реагируете? Она такая, спасибо. Я не реагирую. Среагировала. Понимаете, то есть женщина реагирует на все. Она соткана из расы, она не может не быть взаимной. И мужчина не может 100% гарантии себе, что вся раса пойдет на него. Это означает страдание. Когда человек сердце свое жене отдал, все, до свидания, нормальная жизнь. Сердце принадлежит Гуру, но принадлежит Кришне, там должно оно жить. А все остальное, смотрите, удивительно, как этот мир создан. Самые изысканные, самые лучшие и светлые отношения между мужем и женой, это отношения, которые имеют нейтральную расу. Знаете, что такое нейтральная раса? Это не значит мне все наплевать на всех. Это не нейтральная раса, это оскорбительная раса. Нейтральная раса означает, я от жены ничего не требую. Вот пускай она живет как может. Экстаз? Ну то есть идея всем заключается в том, что вот я как бы ей служу, забочусь о ней, потому что моя природа, я как бы Гуру служу, и у меня природа служит преданной, когда служит, он всем служит. Вот, ну жена, Марта, это же какая она у нее природа? А ей тяжело аскезы постоянно совершать. Она на фанатизме там со мной вместе двигалась вперед, потом раз, семья возникла, там жизнь совместная туда-сюда, и она так раз, расслабилась. У нее природа расслабляться. Она суткана из расслабления, женщина. Иногда она подъедает сладости, ходит. Иногда она нечаянно себе что-то купила. Ну нечаянно, она не знала, что нельзя. Раз, купила. Все. Я что-то не так говорю? И это нормально. То есть что значит нейтральная раса? Означает, что ты как бы не против, вот человек живет, он живой, мне бывает там все, там происходит что-то. Вот мужчина тоже, как бы женщина нейтральная раса, она к личной служит, когда она счастье испытывает отношения с Богом. А мужу она служит. А мужчина, какая у нее природа? Иногда его заносит. Куда, в гараж, допустим, заносит на целый день. Ну блин, что он там так долго делает? Заходит, он там под машиной такой счастливый. Говорит, ты бы лучше с детьми позанимался. Она не понимает, что как бы это женская природа с детьми заниматься, а мужская с машиной. Ну его заносит под машину. Или его заносит там, в футбол играть, еще что-то. Он говорит, ну сколько можно этот мячик гонять? Или он смотрит этот футбол. Сидит. Ну это природа так действует. Или ему секс подавай срочно. То есть так может занести. Надо понять такую вещь, что мы не являемся судьями в этом мире ни для кого. Мы должны строить нейтральные отношения со всеми. Означает, я служу Кришне, я Ему принадлежу. Я попал в этот мир материальных страданий. Почему страданий? Потому что каждый человек находится под влиянием природы. И он сам вытворяет, и другим мешает жить. Каждый человек другим мешает жить. Все мешают жить другим. Мужчина по-мужски мешает, женщина по-женски. Женщине, когда я женские вещи перечитал, она говорит, правильно, Олег Геннадьевич, это нормально. И это хорошо, и это хорошо. Когда мужские перечитал, мужчина думает, правильно, молодец. Но когда я перечитал мужчины, женские думают, блин, это что это им такое позволено? Это неправильно. Видите, то, что я сам делаю, это все правильно. А то, что близкий человек делает, это все неправильно. Почему? Потому что это вызывает страдания. То, что я сам плохое делаю, что-то не вызывает страдания. Видите, этот мир хитро устроен очень. То есть мы сами себе позволяем грешить, но близким людям не позволяем, потому что это вызывает страдания у нас. Ну что такое нейтральная раса? Нейтральная раса означает, что твоя настоящая раса, то есть самая глубокая, чистая, светлая, уже занята. Ты это уже полностью реализовал в отношениях с гуру, с Ашимат-бхагаватом, с алтарем, с господом на алтаре, в отношениях с Фринга Дэви, Туласи, как бы. Ты слушаешь, я хочу быть полезен, я хочу быть полезен, я хочу быть тебе полезен. И постоянно вот об этом ты думаешь. И ты служишь всем близким, потому что у тебя вот такое настроение служения. Потому что духовная жизнь имеет позитивную окраску. Я позитивная, вот это настроение расы, вкус сладкой. Сладкая раса, она имеет позитивную окраску. Человек, я хочу быть полезен, наполнился сладкой расой. И он потом всем хочет быть полезен, и жене помочь. И хотя от нее уже не сладкая раса идет. Но он не обращает на это внимания, потому что он хочет просто служить, заботиться обо всех, потому что Кришна ему вот верил всех близких, и он о них заботится. Но ничего не ждет назад. Ничего не ждать назад означает нейтральная раса. Понимаете, как можно от близких ничего не ждать? Это нейтральная раса. Означает нейтральные отношения. Но если ты не имеешь нейтральных отношений, ты, допустим, хочешь близких отношений, любовных таких, очень глубоких, значит, будут страдания. Потому что ты в этом случае неправильно относишься к той личности, которая находится рядом. Вот эта личность не предназначена для того, чтобы с ней глубокую расу любви вот этой вот близкой испытывать. Потому что любовь, личностная любовь, принадлежит только одной личности. Это Верховный Господь. Он обладатель этой расы в полной степени. Все остальные, они могут только отражать. Если мы отдали вот это личное отношение, отдали Богу, тогда мы можем личное отношение, как отражение, строить со всеми остальными. Отражение означает, я служу, но ничего не требую. Вот это означает отражение. Это не означает, что мне на тебя наплевать, отражайся. У меня все отражается, тебе и так хорошо. Я служу Господу, пошла вон. Нет, это не та раса совсем. Нейтральная раса означает, я всех люблю. Духовная энергия, она же имеет вот эту энергию служения. Я всем служу, во всех забоишь, но не требую ничего назад. Вот это означает нейтральная раса. Видите, здесь говорится, что, когда человек занимается чисто предным служением во второй главе, он достигает всего. Вот здесь говорится дальше, что человек, который обретает вот этот вкус предного служения, он становится счастливым. Вот смотрите. Как только в сердце навечно утверждается любовное служение, все последствия влияния кун страсти, невежество, похоть, желание, всякие там страсти покидают сердце, тогда предный утверждается в благости и обретает полное счастье. Он счастливый. Смотрите. Так утвердившись в двуне беспримесной благости, человек, чей ум оживлен соприкосновением с предным служением Господу, обретает позитивное научное знание о Личности Бога. И на этой стадии он освобождается от любого материального общения. Смотрите, как только человек позитивное знание о Личности Бога обретает, у него пропадает желание выяснять отношения. Что такое материальное отношение, материальная раса? Означает, что я требую счастья от жены, а не от Бога. Это означает оспирнение, неправильно, ассат-санга. Когда я... Эээ, ты чё, нихуня не любишь, да? Я бак-то. Вот. Я надо любить. Вот. Ну, то есть терпленный не требует ничего от жены, он просто и служит, и всё. То есть у него нет никакого желания материальным общением заниматься, потому что он занят очень сильно полезной деятельностью. Знаете, когда человек служит своему гуру, что происходит в это время? Он постоянно думает о нём, заботится в своём сердце. Я хочу жить для тебя, я хочу быть полезен тебе. А как полезен? Как быть полезен сразу? Вот, пожалуйста, читай для бурыши в ад-багаватам, вот, распространяй книги, занимайся отношениями с преданным, обучай преданных, готовь просад для преданных, всё делай для пледных так, чтобы они были счастливы, так хочет гуру. А в своей семье никого не трогай, никого не трогай. Старайся всем служить. Старайся чистоту, атмосферу чистоты означает, и не надо выяснять отношения. Поддержать атмосферу чистоты, скажите, а если они отнаглеют? Если ты разу даёшь чистую, вот этот вкус, даже люди, если наглеют, ты можешь их поправить. Почему? Потому что они благодарны. Когда ты чистый вкус даёшь, благодарность становится основой жизни. Люди близкие, они благодарны тебе, они очень счастливы рядом с тобой жить, потому что сладкий вкус же исходит из тебя, они чувствуют это. Поэтому их можно поправить, благодарны, заставлять служить. Если тебе человек благодарен, ты ему говоришь, что он придёт и служит. Он может не хочет, но ему придётся. Потому что благодарность так действует. Уважение, наступает уважение в отношениях. Уважение это духовная энергия, нельзя заставить себя уважать, вообще никак. Это просто, если ты с Богом как-то связан, тебя начинают уважать. Не связан, не уважают. Уважение заставляет слушать. Видите, всё контролируется. Господом всё уже предусмотрено. Мы не должны беспокоиться об этом, что близкий человек обнаглеет. Это не наша забота вообще. Господом уже всё предусмотрено. Мы не должны контролирующими быть. Надо просто служить Богу, выполнять свои обязанности в семье. Ей надо детей воспитывать, воспитывай. Но не думай, что обязательно они воспитаются в этом случае. Ну, твоё дело уже, это Господь решает. А как же они вырастут там и всё прочее? Не волнуйся, ты же их не растишь, они сами растут. Я ответственный за это? Нет, ты ответственный за служение Богу. Если ты служишь Богу, то тогда в этом случае все тоже рядом служат Богу. И тогда ты их воспитываешь само собой. Но если ты думаешь, я воспитываю своего ребёнка, вот тогда ты посмотришь, что получится. Он будет так тебя мучить, что тебе мама дорогая не покажется весело жить. Так видите, духовная жизнь это позитивная вещь. Позитивная, потому что Господь, когда присутствует, Он создаёт позитив. Он создаёт очень сладкий такой нектарный вкус внутри. И человек, он знает, что всё будет хорошо. Что он победит. Что он победит все проблемы. Почему? Потому что этот позитив означает победу. Как там, где Господь утверждается, там всегда победа сразу. Чувствуется победа. Когда победа чувствуется, человек не беспокоится. У него позитивное означает чувствует победу. Он не беспокоится. Почему? Потому что он занят правильной деятельностью в сердце. Господь там утверждается. И Он чувствует, что всё будет хорошо. Будет победа. Всё. Поэтому премное служение, она позитивную природу имеет. И она распространяет расу вокруг себя, эту позитивную всю. И в результате все счастливы. Даже если трудности большие есть, всё равно все счастливы. Если сейчас Вы мне будете задавать вопросы, Али Геннадьевич, у меня особая ситуация. Работы нет, денег нет, жрать нечего. Партира нет. Всё, ничего нет. Что делать? Очень просто. Надо начать думать о гуру. Начать ему служить. Я хочу быть полезен. Как только человек начинает думать о гуру, у него сердце, вот карма как действует? Она сковывает человека в той ситуации, в которой он находится. Он такой... Не знает, что делать. Я хочу быть полезен. Я хочу жить для тебя. Он про всё забывает. Начинает там с любовью, что и пропадешь, и в Адбага там читать. Начинает поклоняться Кришне. Начинает... Я хочу быть полезен тебе, просадли Кришне там готовить и сухарей. Вот. Ну такое как бы... Он начинает жить вот в этом преданном служении. Первый результат какой, знаете? Первый результат. В сердце приходит знание. Первое знание. Что делать? Вот сейчас, в данный момент времени, что делать? Выход есть всегда. Просто мы его не знаем. Потому что мы скованы кармой. Приходит, что делать? Первый результат. Потом, почему так произошло? Приходит тоже знание. Почему так произошло, ты тоже знаешь. И у тебя тоже опять нет проблем. Ты не потому, что так вот в этот мир несправедлив, и всё так, фигово здесь. А так произошло, потому что так надо. Вот поэтому, поэтому меня Господь мучает. Уже приходит знание. А потом, что дальше происходит? Дальше всё начинает меняться. Лучше сторону. А дальше что происходит? А дальше ты начинаешь чувствовать, что человек становится хозяином своей судьбы. Представляете? Есть такой стих, Шимадбхагаватам, который говорит о том, что когда человек преданным служением занимается, приходит время, и он становится хозяином своей судьбы. господином. Душа становится господином. Не подчинённой страданиям, а господином. Страдания не могут с ней ничего сделать. Так как она слуга Господа, в результате над кармой она становится господином. Карма ничего с ней не может сделать, потому что душа подчинена такой силе, что карма даже не может коснуться её. Видите, всё зависит от того, на кого мы работаем. С кем поведёшься, того и наберёшься. За что бороться, на то и напороться. Какие вопросы? Как основное мы раскрыли тему, и теперь вопросы. Вы не бойтесь, всё нормально. Да? А вот если нету ГУГО, можно как решили покупать, как ГУГО относиться, то есть отношения с твоей Духой? А как определить, есть ГУГО или нет? Как это определить? Ну инициация не будет здесь. Нет, а вы не понимаете просто, как определить, есть ГУГО или нет. Вы просто это не знаете. Поэтому такой вопрос задали. Смотрите. Вот, почему вы здесь сидите? К счастью стремитесь. Ну, хорошо. Почему здесь вы сидите, вот в предной вокруг? Вы стремитесь к счастью. Куда они взялись, эти предные? Тоже к счастью стремятся. Ну, понятно, что они стремятся. Но почему они стали при этом? Почему они тилоки начали ставить, мешочки, джапу повторять? Почему вот эти книги откуда взялись? Это куда всё взялось? Вот это всё в раз и взялось. От шилопропада это взялось. Это значит, что вы его милость уже получаете. Смотрите, ребёнок сидит за столом, кушает и говорит, меня будут кормить или нет сегодня? Меня будут кормить. Я не знаю, есть у меня папа или нет. Папа ему накладывает. Он сидит, я ничего не знаю, у меня кто папа вообще. Не ест сидит. Это нормальная ситуация, нет? Нормальная ситуация? Нет. А почему она возникла? А потому что ребёнок ещё слепой. У него глаза ещё не про... Знаете, эти цыплята рождаются, они сначала слепые, они не видят, мама есть или нет. А вот раскрывают пищу, оп, попало. Нормально. И думают, она сама в рот залетает, пища. Он так думает. Потом раз смотрит не сама, оказывается, кто-то носит. Мы тоже здесь сидим, думаем, я сам здесь пришёл сюда, потому что мне интересно. Но не факт, что ты сам. Есть тот, кто это всё организует, создаёт тебе. Это понятно, что я сам рот открыл. Ну, пищу-то кто-то положил же. Просад же сладкий, почему-то вкусный, нектарный, ведь кто-то это сделал. Ведь обычная пища не такая вкусная. Заметили уже? Что здесь как-то необычно. Почему вас сюда притянуло? Холодно же, что вы сюда на лекцию пришли? Что-то притянуло, да? Какой-то вкус. Вы уже общаетесь с силой Прадхпады, он уже о вас заботится. Значит, он уже является вашим гуру. Если вы хотите его принять, примите, не примите, не примите, будьте преданным, хотите, он всё равно о вас будет забываться. Он не навязывается. Он просто хочет, чтобы вы были счастливы. Так действует чистый предан. Здесь же нет такого вот пропуска висит на стене. Принимаешь шилу Прадхпаду? Да, заходи. Открывается дверь. Не принимаешь? Всё. Я просто хочу. Нет. Закрыто. Не принимаешь. И тебе он в стену даёт возможность, пожалуйста. Поэтому он уже ваш гуру. Вы ему поклоняться начинаете. Мы сначала все поклоняемся Шиле Прадхпаде. Поклоняемся ему, наш гуру, сердце. Я вот долго-долго как бы поклонялся своему гуру, а сейчас опять Шиле Прадхпаде поклонился. И своему гуру Шиле Прадхпаде. Потому что я чувствую вот его заботу во мне. И поклоняюсь ему опять. Понимаете, Шиле Прадхпаде в третьей главе первой песни описывается воплощение Бога. Там описывается сначала много разных воплощений Бога. И потом описывается, как вообще Господь действует в этом мире. И что оказывается, четыре кумара, это тоже воплощение Бога, потому что Господь через них действует. Он дал трансцендентное знание через них. И на Радамуне оказывается тоже воплощение Бога. Потому что Господь через него дал духовное знание, дал Бхакти, пленное служение. И Весадева, который книгу написал, хоть он живо, как бы он так же, как мы такой же, но он является воплощением Бога. Потому что Господь через него дал Шамад Бхагавата. Потом говорится о том, кто самый важный здесь, стих такой, эти Чамша, Кала, Пумса, там говорится в Шамад Бхагавата, что вот эти, то есть эти все эти, Ча, также Амша, Амша означает частичное воплощение Бога, полное, ну как бы, полное проявление, Кала, частичное проявление Бога, Пумса, Кришна с Ту Бхагаван Своем. Он говорит, да, эти все вот воплощения, они приходят на эту землю, но Кришна, Ту, Ту означает, но, но Кришна, Сам Господь. И эта шлока является самой главной в Шамад Бхагавате, называется Парибаса Сутра. Поэтому сказал Джива Госвами, Шат Сандарху писал, извини, Шамад Бхагавате, он сказал, вот, самая главная шлока, вот через нее вы поймете весь Шамад Бхагавате. Но я говорю сейчас не об этой шлоке, о том, что дальше стоит. А дальше стоит, там говорится, что на самом деле все великие мудрецы, Риши, Атомки Ману, сыновья Ману, полубоги, самые великие, все они являются воплощением Бога. Воплощение Бога в этом мире бесчисленное множество, как волны в океане, они приходят в этот мир. Шлопруппада, это тоже частичное проявление Бога, иначе все бы здесь не организовалось. Как так получилось, что все, вдруг это все заработало, система. Не было же ничего, и раз, и столько преданных, и все у них получается. Захотели, решили как бы отменить Шлопруппаду у нас в России, сделали суд, не отменилось. И когда общался с тем, который защищал, с Сашей Шаховым, общался насчет этого суда, он говорит, у нас не было вообще ни одного процента выиграть этот суд. в судном, Бхагаватхит, и Шлопруппаду судили по факту, потому что он комментарии не судили. Не было, потому что он говорит, в нашей стране вот любое произведение, если ты хочешь объявить экстремистским, можно найти причину. И его объявят экстремистской, до свидания. Организация закрывается, ее собственность уничтожается. Все, кто распространяет это, получают наказание от государства. Весело? Вот, что произошло? Перед самым судом парламент Индии впервые за всю историю три раза прекращал свою работу. Даже коммунисты голосовали за то, чтобы прекратить этот суд. Вся Индия встала с плакатами посол в России, из Индии в России в Суэль, вы что, сумасшедший? У нас отношение сейчас с Индией полностью уничтожится. Заканчивайте этот суд, Дуранский. И сразу туда послали кучу экспертов, быстро которые подготовились, и они развили тех экспертов, которые против Богородицы. Цирк этот все весь происходит потому, что пропада обладает Божественной силой. Он реально уполномоченная личность. Я потом после суда думаю, а что будет-то с этими людьми, которые все затеяли. Начал молиться Господу, потому что я хотел узнать об этом, почему, что будет. Я, вот у нас календарик издан в Искон, большой, по строительству Крама. И там на каждый день высказывали, мне Кришна говорит, а ты почитай то, что там написано в этот день. Я читаю, там написано, вот в этот день, когда суд был, написано. Тот, кто оскорбляет чистого преданного Господа, несомненно, деградирует. Единственный способ у него спастись, это попросить искреннее прощения. Но, что будет дальше? Так что, преданные Бога, они уполномоченные, через них Господь действует. Гуру, это воплощение Бога, фактически. Не полное воплощение, а проявление Бога, понимаете? Ашвилат Рупада, это необычный гуру. Есть такой, есть такой, Мадавачария приходил в этот мир, и он составил концепцию гуру, который организует целую линию духовную. Это говорит необычный гуру, он написал, что это необычная джива, то есть необычный гуру, это уполномоченная личность. Если человек организует целое движение духовное, то есть он является основателем сопрадай, основателем парампоры духовной, ну как движение, как от шелкопа уже пошло распространение по всему миру, то это необычная личность, это уполномоченная личность. Поэтому вы будете счастливы ему поклоняться, вы испытаете огромное счастье ему поклоняться. Я когда еще не знаком был с преднами, я искал себе духовного учителя, и у меня были фотографии, руководных учителей я собрал, там был Шичин Мой, там были Кшио Робинда, Мория, Майтрея, много всяких вот этих фотографий у меня было. и Шелупрупада тоже как-то оказался. И я как бы их, ну у меня какая-то была вот система своя, я как бы по баллам, это сколько баллов, у него вот этого два балла, вот этот три, четыре, там Шелупрупада открыл, два балла, нет больше, три, больше, четыре, нет больше, пять, ну смотрю, у него шел пять, всех три, у него пять что ли, больше, шею, я такой раз закрыл, нет, нет, этого не может быть, такой раз поставил эту книгу, Бхагавадгита, в которой он фотографии шелупрупов, не может быть, что так много баллов, Кришна посмеялся надо мной. Все может быть в этом мире, потому что есть Господь здесь, поэтому попробуйте поклоняться Шелупупаде, я хочу быть полезен тебе, пожалуйста, займи меня служением. Видите, в сердце есть такая сила, она говорит, не поклоняйся, эта сила называется Аханкара, Пакистанта Сарасвати, эта кур ее называл жабой, говорит, что жабу надо придушить, если хочешь духовной практикой заниматься, жабу надо душить, она говорит, не поклоняйся Шелупупаде, а вдруг он нечистый, бредный, а ты надо душить ее и поклоняться. Когда приходишь в храм, она говорит, не поклоняйся этим преданным, они точно нечистые, преданные, и надо ее придушить и служить преданным всем. Когда у преданного увидел недостаток, надо жабу придушить и не замечать этот недостаток. И так надо жить в обществе преданных, учиться искать нектар в преданных и не замечать недостатки, и служить им, потому что Кришна любит. Если ты им служишь, значит, тогда и он тебя тоже будет любить. А как не замечать недостатки. Для этого надо постоянно контакт с чистым преданным. Понимаете, сначала надо установить контакт с чистым преданным. Когда устанавливается контакт с чистым преданным, тогда позитива становится достаточно, чтобы обычным преданным служить. У обычных преданных много недостатков. Они не всегда в насторении преданности находятся, из них все прет. Но для того, чтобы с ними... Но когда ты им служишь, Кришна доволен. Для того, чтобы с ними жить с предными, с обычными. Надо очень много отношений со старшим предными иметь, чтобы он заполнил тебя всего до отказа, и чтобы не было вот этих оскорблений, осквернений, когда ты видишь несоответствие. То есть человек вроде бы предным служением занимается, а он бац, и что-то начал сморозить. Это не должно смущать. Чтобы пропадать, это приводит пример, что манго неспелый, он кислый, его не съешь. Попробовали манго неспелый есть? Страшное дело. Он твердый, кислый. Очень тяжело. Но спелый манго, он весь в нектаре. Только кусаешь, и прям у тебя все потекло. Очень сладкий. Очень вкусный. Чтобы пропадать чисто и предный, это не тот, кто уже спелый, а просто манго это уже чисто и предный. Вот зеленый манго, то есть человек хочет Кришне служить, в нем уже есть чистая предность. Но кушать его невозможно. Он ничего хорошего тебе не даст. Ему можно только помогать духовно, двигаться, служить, как-то заботиться. Но надо стараться как бы от него ничего не пытаться получать, потому что только что-то пытаешься получить, сразу рот сводит. Потому что еще кислый. Но служить можно. И Кришна будет доволен. Так что его пропадать не станет. Какие еще вопросы? Да? Если занимаешься голоданием несколько дней. А зачем? Мне просто это интересно было. Интересно? А если вам будет интересно, допустим, клизму сделать до рта до самого? Нет, не надо. Ну почему? А почему несколько дней голодать можно? А клизму от рта делать нельзя. Потому что я думала, что если у вас там 2-3 дня максимум того, то что это как бы организм не тратит на эту приваренную пищу. Знаете, я вам одну вещь скажу. Мы не должны думать, что мы можем догадаться о том, как, что происходит. Я когда учился в институте, у меня человек, мадвийский знакомый, писал диссертацию, о длительном голодании кандидатскую. И он исследовал, оказалось, что люди, которые голодают по 5, 7, 8, 9, 10 дней, в какой-то момент у них организм переключается, это факт, на внутреннее питание. Но вместе с этим переключением переключается также психика. Она становится очень чувствительной. Такие люди, которые выходят потом из длительного голодания, психика назад не возвращается. Она становится настолько чувствительной, что они не могут потом с людьми, с окружающими общаться так же, как раньше. У них происходит срыв адаптации. То есть они не могут жить в этом мире так же, как все. Я прочитал шастра в Священном Писании, что длительное голодание предназначено для монахов, которые вообще не собираются жить в этом мире. Они это делают для более глубоких отношений с этим миром. Для установления вот такой очень глубокой, чистой расы. Для этого человек не ест по много дней, чтобы он очиститься от всего и как бы вот в этой расе жить очень чистой. Но если человек такой попадает в окружающий мир, он его просто убивает потом. Почему мы едим каждый день? Чтобы поддерживать эту защиту энергетическую, для того, чтобы нас не прибил этот мир. Пост — это вообще не способ лечиться. Некоторые думают, я постом сожгу болезни. Нет, они не сгорают. Поста. Болезни сгорают от правильного питания. Допустим, если ты хочешь очистить каналы тонкие психические, надо питаться сыровыми овощами. Сыровые овощи очищают каналы тонкие. И у человека омолаживается организм. Если ты хочешь, допустим, чтобы у тебя психика омолодилась и ты получил оптимизм психики, то есть она у тебя депрессивная очень, пожалуйста, фруктовая диета. Ты на фруктах сидишь, фрукты, они сотканы из оптимизма. И человек раз из депрессии выходит на фруктах. Фруктовая диета несколько дней, и ты раз чувствуешь, что у тебя психики получше стало. Вот если человек хочет очистить организм от неправильных химических соединений, нарушения обмена веществ, то надо питаться зеленью, зеленкой. Там шпинат, салаты, одна зелень, больше ничего. Такое очистительное питание одной зеленью. Можно там делать, взбивать коктейли вообще из шпината и пить соки шпинатовые. Целую, допустим, 3-4 дня, 5 живешь так, очистился от неправильных связей химических в организме. Если ты хочешь, чтобы у тебя больше было энергии, сил, тогда вот слабости сильные, тогда можно на пророщенных зернах пожить. Появляются силы, крепким человек становится. Видите, есть разные способы с помощью питания сделать себя здоровым, но длительное голодание — это не способ. Почему? Потому что ты делаешь то, что для тебя не предназначено. Допустим, есть люди, которые практикуют длительное сидение под водой для того, чтобы развиваться. Но это не твой способ. Ты можешь там всю жизнь просидеть, но уже через 5 минут будет пахнуть уже твое тело, не тем. А можно еще? Да. Сейчас вот, ну, я в том числе, в жильцах девушки очень много, это вот плохо или, ну, то есть не страшно? Посмотрите, все ваши вот эти вот глупости, они знаете, от чего возникают? Потому что у вас нет высшего вкуса. Высший вкус дает человеку знанию в сердце. Вот, допустим, Матаджи, я хочу тебе служить, я хочу тебе служить. Она как бы думает о Чилипурпаде или о своем духовном учителе. Я хочу быть тебе полезен, как бы жить для тебя. Раз, 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 и чистый вкус, раз, и вошла в сердце. Первое, что она делает? Она дает знания о теле, в котором ты находишься. Думаю, я Матаджи, у меня тело такое нежное, такое изящное. Зачем я его сковал в эти штаны? Зачем я хожу в этих штанах, когда, ну, тело надо одевать такие очень мягкие колготочки такие, чтобы оно нормально работало. Потому что гормоны должны нормально двигаться, потому что тело очень нежное. Если его нежно содержать, оно не будет рожать детей. Человек просто при этом служением занимается и осознает знания получать о женском теле. Женщина получает. И на джинсах есть такие эти... Дырки такие, разорванные. Она дальше поклоняется, хочу тебе служить, Гуру поклоняется, и раз така обнаруживает, что вот эти дырки на джинсах, это вообще очень страшная, неблагоприятная вещь. Она разрушает у женщины возможность защиты. Потому что ноги для женщины, это как бы интимная часть тела, они снабжают гормональные функции у женщины. Они также являются источником энергии красоты. Когда вот эти... Это значит, что у нее лицо тоже такое тонует там. Все. И она только поклоняясь чистой предности, человек осознает знания, получает от тела, о своем, получает знания о том, как питаться, чистый вкус, изысканный вкус к питанию приходит. Человек точно знает, что ему надо есть, что не надо. Все это устанавливается само. Надо голодать, не надо. Это все устанавливается благодаря тому, что ты... Я хочу тебе служить, я хочу быть тебе полезен. Устанавливаешь отношения с источником счастья. Для нас источник счастья, это тот, кто нас к источнику приведет. Это Гуру. Санат Магасвами, он сказал Кришне самому, который был для него Гуру, он сказал, шить читание Махапрабу. Я не знаю, кто такой Кришна. Я не знаю, кто такой Кришна, но я знаю, кто такое читание Махапрабу. Поэтому я хочу жить для него. Мы не знаем, кто такой Кришна, но мы знаем, кто такой Шиукрупада. Мы знаем, кто такой Гуру. Мы живем для него, Кришна сам приходит к нам, знакомится с нами. Он в виде сладкого вкуса своего имени приходит знакомиться. И мы повторяем, когда мы для Гуру как бы живем, мы начинаем мантру повторять. Кришне нравится, как мы живем. Он приходит в гости, и сладкий вкус, вот этот святого имени, вот из сердца, из глубины так. Кришна, Кришна. Он возникает, почему? Потому что ты думаешь о Гуру, жить для него хочешь, ты про себя забыл, Кришне это нравится, он заходит. Как только сладкий вкус сердца утверждается, со всеми людьми сладкие отношения устанавливаются. Поэтому займитесь главным. Я понимаю, что вас сейчас интересуют джинсы, голодание, еще что-то, но это все не предмет нашей беседы. Мы сейчас говорим о самом главном, то, что действительно поможет. Еще какие-то вопросы? Да? О формах крейного сложения, есть ли мы подробно? О формах? О формах крейного сложения. Знаете, я сейчас изучаю этот вопрос, и я обнаружил, что вот надо, у каждого человека есть своя вот эта вот идея внутри. Знаете, вот так как он ушел из этого мира, я могу о нем сейчас сказать, какие сокровенные вещи. Этот преданный стабильтальщик-то, который ему не утонул. Ратикараман, да. В Питере нам готовил просад один бредный, прахмачарий, он рассказывал, что он с Ратикараманом как-то книги распространял, и была такая толпа, людей шла. Ратикараман постоянно говорил, я хочу удовлетворить Буру, я хочу удовлетворить Буру в своей книге, он постоянно вот, я для него распространяю, то есть вообще идеи для себя, себе не было. Толпа идет туда-сюда, они встали, там две колонны, между ними пустое место. Ратикараман, да, с пространением книги, он стоит, просто книгу протягивает, человек ее разберет, и вот это непрерывный процесс такой идет. И при этом он смотрит его в глаза, глаза ничего не видят, он просто служит Гуру, в таком нектаре находится. Вредный пробует, ничего не получается рядом. Он подошел к нему вплотную, его толпа подвинула, он к нему прижался чуть-чуть, и раз вот этот, почувствовал этот сладкий вкус такой жизни, сладкий вкус служения, что жить не для себя, вот да Гуру, и раз у него книги начали брать, потом толпа его отодвинула, так, оп, вкуса нет, опять книги не берут. И он понял, что почему у него книги берут, потому что это раса, он испытывает расу в отношениях с Кришной в это время, и поэтому как бы все вот так происходит. То же самое происходит, когда человек испытывает расу от того, что он пуджарит. Он как бы пуджарит для Кришны, я хочу для тебя жить, я хочу для тебя жить, постоянно думает о божествах. Был такой предный, у меня лечился во Вриндаване, он негр по национальности, он пришел ко мне, я говорю, а что, какая проблема-то у вас? Он говорит, вы знаете, я, говорит, всю жизнь спал по 4 часа, у меня сердце не выдержало, и оно начало расти. Врачи ничего не могут сделать. Я уже сейчас не могу пуджарить, но я постоянно в уме поклоняюсь божествам. Пуджарил где-то там в Америке, в каком-то храме, всю жизнь, всю жизнь, он о божествах думал, и вот 30 лет так, почему не пропаду. 30 лет думал о божествах только, и все, и как бы, и он тело оставлял во Вриндаване с улыбкой на лице. Понимаете, его жена рассказывает, что он, вот последние дни, вообще его не было здесь, он постоянно, ой, ты не знаешь, как это все, как там красиво, там такой нектар, он уже там, такой он милый, он не вспомнил. Понимаете, а Индра, он служил Кришне с помощью вот этой деятельности, которую он проводил, вот, он повторял Харе Кришна, и это повторение было его вот нектаром быть полезным гуру. Он для Шилпурпада этим занимался, и для Шимати Радхарани постоянно служил им. Вот он не для себя, он вообще про себя забывал. У него не было идеи думать о себе. Я могу это доказать, очень просто. Когда Лохи Такши Прагу, это ученик Прупада, тело оставил, я его пытался там лечить как-то, и вылечил, он тело оставил, и он оставлял тело тоже очень удивительно. Вот, он на Прупаду постоянно смотрел, и так и оставил тело, повторяя его мантру, слушая его голос, и на него глядя, так тело оставил. И Аиндра Прагу прибежал тут же туда, это в Ашрами Притху Прагу было. И я у него там жил несколько лет, в Ашрами Притху Прагу. И он прибежал Аиндра Прагу туда, сел, начал воспевать Светлана. Это было вечером, где-то часов шесть. Вот, я тоже сел рядом, еще два-три премьерных, и пошел вот Киртан. Он воспевает, воспевает, смотрит на него, вот так неотрывно, и поет, 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 вот так, карьи Кришна. Вот, десять часов вечера. За четыре часа Киртана у меня все силы кончились вообще, я просто был ноль. У меня такое, я вообще просто, я хочу остаться, как бы дальше до конца, а я не могу уже. Я такой встаю, такое, у меня ощущение, что вот, я предатель, но у меня нет сил, и я иду спать ложусь. Просыпаюсь, помылся, прочитал Джапу, пошел на службу, на Гуру Пуджу, Лишнабаларам Мандир, пошел, выхожу, а там на втором этаже, где вот тело лежит, а Индра поет, Харик Лишна, сидит, один, никого нет, поет дальше, и так же смотрит на него. Я прихожу в службу, Шимат Бхагава там класс, прошел, я там поел, просада, просад ходит, прихожу, а Индра поет, Харик Лишна. Все так же поет. Я сел с ним, начал тоже воспевать, потом, ну, пришли те, кто должны тело забирать, они взяли тело, там, понесли по Вриндавану, а Индра поет, Харик Лишна, принесли, сжигать тело, а Индра поет, Харик Лишна. И меня воткнуло в этот момент, я понял, что это невозможно сделать с помощью своих сил. Если ты поглощен служением Кришне полностью, то ты можешь так жить. А просто вот, ну, рассчитывать на ту возможность свою, личную, что ты можешь так долго служить своему брату Боге, вот, и можешь, как бы, ну, так долго воспевать, своими силами невозможно. У меня вывод такой возник, что это просто, вот, тот нектарный обмен, которым человек живет и живет, живет и живет. Вот. То есть, то, что я видел. Я, когда у нас проходил национальный совет, и сейчас Бак-Ивген Гасвай Махарадж дает Шамад-Багалтан, вставляет изучать Шамад-Багалтан нас. Вот. Я увидел этот нектар, который возникает от его слов. Я увидел, как он любит Шамад-Багалтан. Он говорит, Шамад-Багалтан, это наша жизнь. Надо ему поклоняться, Шамад-Багалтан дает нам все. От него исходит чистое предное служение. И он столько вот, и как бы, я в этом настроении начал шлоки учить. Я чувствую, пошел вот этот экстаз его, чувствую, что пошло. Но это не мое, как бы, я, ну, не так поклоняюсь, я люблю джампу читать. Я поклоняюсь Шилиппаде, своему духовному учителю. Я хочу быть тебе полезен. Я читаю джампу, и во время поспевания постепенно сюда, раз, пошла сладость такая. Если я думаю о гуру, я хочу быть тебе полезен, она идет, забываю, перестает идти. Ну, то есть, идея заключается в том, что человек должен забыть про себя в какой-то момент. Он должен служить, служить гуру, чувствовать его вот нектар, его сладкий вкус, и тогда, а вот как способ уже у всех разный. Это надо нащупать, что тебе вот как гуру нравится делать. Это зависит от твоих, ну, наверное, наклонностей каких-то внутренних. Вот я больше всего джампу могу так делать. Я не могу, все остальное, я лекции читаю, я не понимаю, что я до конца, что я это делаю, дышу и не буду падать. Ну, если джампу хорошо не прочитать, лекции тоже не получится. Ну, то есть, это уже фоном идет как-то все, а вот в джампе я вот чувствую, что я могу полностью как бы вот так вот в этом настроении. У вас, наверное, что-то свое. Спасибо вам большое. Когда старший приходит, на мои лекции мне немножко неудобно. Простите, я не наслечения так сказала. Какие еще вопросы? Вот я вам сейчас свой опыт расскажу. Вообще, лучше слушать свой голос. Об этом говорит Пахтивенок Такур, об этом Шачананда Махарадж, который витрит в паджапе проводит. Я так пробовал делать. Я подошел к ученику Шачананда Махараджу, который ну, смог так воспевать, как Шачананда Махарадж, слушая свой голос, очень внимательная. И начав слушать этот расу в нем, находить расу, то есть в голосе найти Кришну, в конечном счете. И раса должна идти из сердца. И он говорит, я плакал, я страдал, я, говорит, учился и читал джапу много часов подряд. Вот в этом настроении Кришна, пожалуйста, войди в мое сердце, я не хочу без тебя жить, я тебя не чувствую. И в какой-то момент он победил. Кришна не входил и не входил. Он победил. Потом я узнал, что Аиндра Прабу точно так же сделал. Он постился до смерти. Он сказал, я буду поститься до смерти, пока не войдешь. Он начал поститься, и он, Маша Кришна вошел. Деваться некуда, как он деваться, он его победил. Я не способен на это. Я пробовал, у меня нет такой силы. Я, когда начал включать Прабхладу рядом с ним, я начал повторять так же, как он, его настроение, начал повторять вместе с ним. и сразу же, постепенно, через несколько месяцев такого служения, голос Шинпурпаде, я почувствовал вот эту расу. Я почувствовал, что это она его, не моя. Я понимаю, что у меня там сердце наполнено грехами, я ничего, сам не могу, но так как он ее чувствует, а я хочу жить для тебя, я хочу жить для тебя. Я вместе с ним повторяю и чувствую расу, хотя я не достоин. Я думаю, Шинпурпаде, я хочу всю жизнь повторять вместе с тобой и для тебя. Я хочу вот так жить в этом настроении, чистоты. Вот так я повторяю, Джоб, вместе с Шинпурпаде уже много лет, лет 6 или 7. Мы даже ретриты устраиваем, то есть мы включаем громко голос Шинпурпаде и настрой я даю определенный, и мы все вместе, вместе с ним повторяем. Такой нектар создается, такая атмосфера там 40, 50 вредных собираются просто экстаз, полный, потому что голос чисто вредного освобождает. Это чистая шабра. Она освобождает от всех страданий. Мы это почувствуем в силу голоса, в могущество Шинпурпаде его голоса. Обладает огромной силой, вкус появляется к Святому имени реально. Но это не для всех подходит, такая практика. Потому что я считаю, что вредные должны свои способы искать какие-то каждый. Вот кому-то свой голос лучше слушать и чтоб тишина была. И тогда раса начинает идти. Я читал вместе с Гасвай Махараджием как-то джапу рядом и ученик сидел прям очень близко и так поклонялся Гасвай Махараджи. А я чуть подальше сел и начал слушать голос Гасвай Махараджи поклоняться его джапе так же как Пурпаде. Тоже был нектар такой же. Я тоже так аааа экстаз. Но мне нравится пополняться чьей-то джапе. Я читаю как он ввожу в это настроение экстаз. А Гасвай Махараджием слушал свой голос и он читал воспевал свою наму. А я воровал наму. Потом я прочитал читать Черетаврити и я был доволен. Сначала мне было стыдно что я наму ворую все время. А потом я прочитал и я успокоился. Потому что когда Господь читаний попал в состояние транса у него изо рта пошла пена. И один предный взял эту пену и съел. И потом там были комментарии написано было что одни предные эксперты входить в состояние транса а другие эксперты воровать в состояние транса. Все как бы по-разному служат Кришне. Я не могу сам практиковать. Мне надо воровать. То есть я не ворую а я помогаю служу заботиться. Может ты ворую я не знаю как это назвать правильно. Я вот так а кто-то сам хорошо служит а кто-то помогает. Ну вот я так. Но я знаю точно что Кришна не войдет в сердце если ты не живешь для гуру а просто сам решил практиковать духовную жизнь. Можно по-разному жить для гуру можно книги для я знаю одного санкертанщика он когда Джапу повторяет он думает о распространении книг в это время и у него начинает Кришна входить в святое имя он думает о распространении книг и в это время у него нама идет пау перестает думает и у перестает и у кришна и у его чипят и у всех по-разному Если Бхабхи Марх с вами есть такой предный, он идет для Кришны, есть такой Махарадж, он идет для Кришны, он чешет через всю Америку, потом через всю Канаду, и так постоянно идет для Кришны, и с ним вместе предные идут, поспевают, он приходит куда-то там проповедует, дальше идет, дальше, и так он идет все время для Кришны, он вот так слушает, у каждого свой вкус, каждый по-своему. Какие вопросы? Да? Лучше слушать именно Джабу чью-то, или, например, Бхабхи Марху тоже слушать? Я не знаю, как вам лучше. Это не является оскорблением? Я тоже думал, что это является оскорблением, когда я слушаю голос Шилатурпада, а не свой. Я сначала вообще его слушал, и свой вообще не слышал, повторял, как он вообще слушал только его голос. Потом знаете, что произошло интересное? Его голос начал через ухо входить глубже, 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 и потом оп, вот сюда, когда зашел, тут произошла такая интересная штука, что когда он сюда зашел, то мне захотелось не слушать его голос, а повторять его голос. Я когда начал повторять, как он, то пошел нектар из сердца. И я потом понял, что этот нектар уже мой, но принадлежит он Шилатурпаде, потому что это его идея. Это он мне его сделал. Я чувствую, что я сам уже повторяю, но его раса, его вкусом. Он через ухо постепенно мне зашел, я начал сам уже повторять потом. И потом я прочитал, оказывается, как так и было, что гуру, он давал как инициацию, он повторял нам в ухо, ученику. А так как в те времена была абсолютная память, ученик постоянно помнил, как повторил гуру, и постепенно он пробивал свое сердце этим звуком, он помнил, как гуру повторял, и повторял так же, как он, повторял так же, как он, повторял так же, как он, и бац, инициация в сердце произошла. Инициация означает, что ты повторяешь точно так же, как он, уже без него. У меня такой случай был где-то неделю-две назад. Я очень встал, уставший, там много всего было. И я такой встал, устал очень сильно, такой сел Джапу читать. Начал повторять вместе с пропадой Джапу, слушать его голос, повторять так же, как он. Я хочу жить для тебя, пропадать, служить тебе. Все, повторяю, повторяю. И потом бац, через полчаса повторения. А я же пропаду не включил, голос. Диктофон не работал. Я просто с пропадой повторял, повторяю, все нормально. Я потом раз, а я уже не могу, потому что диктофон не работал. Включил диктофон, начал дальше повторять. Ну, то есть, нормально все, уже внутри там работает все, система. То есть, я не знаю, с чем вы будете повторять, с Багаладгитой. Но главное, чтобы чистый предный все это делал. Чистый предный, в этом как бы идея, чистый предный должен. Потому что у него, он обладатель расы. Понимаешь, он знает, что такое раса. Если это не чистый предный делает, тогда не факт, что вы сможете перенять. Поэтому кто, если Багаладгит читает, или какой-то духовный учитель, допустим, Испон, он может расу передать вам. Я разок читал Паджапу Гаслай Махараджа, вместе с его учеником Паджапу, читаем Чандры Махараджа. Раса тоже так же возникает, экстаз. Узнаешь больше о предных, узнаешь их сердце. Вместе с предным читаешь с каким-то джапу, узнаешь о его сердце. Узнаешь, какой он чистый, какой он возвышенный. То есть, перенимаешь расу. Ну, у меня так работает, я не знаю, это может спекуляция. У меня так работает, я что могу сделать? У меня такая стиль. Ну, как бы, я по-другому не буду жить. Я уже почувствовал все. Я не переделываю. Мне так нравится. Я люблю для Шилу Паджапу Гаслай Махараджа. Вам проблему, как я, все. У каждого свой вкус. Сказал Фатиль, пролетел шпагу. То есть, у всех по-разному действую. Еще какие вопросы? Да? Если предстоит в будущем, например, 10-15 работать, то, конечно, тронический день заниматься. 10 часов в день, получается. А вы не беспокойтесь об этом. Что там тело делает? Зачем об этом думать? Просто вопрос-то не в том, что вы делаете, а вопрос, что вы думаете об этом в это время. О чем вы думаете? Я же тоже работаю. Я продолжаю принимать предпациентов. Но цель моя — это строить общину. Это делать для общины, не для себя. Работа не означает, что ты обязательно должен для себя все это делать. Потому что, смотрите, если ты для Кришны готовишь просад дома, если ты как бы одежду всю Кришне предлагаешь, лишнего стараешься, ничего не покупать, чтоб не валялось ничего, все в предном служении используешь, строишь общину в Екатеринбурге, помогаешь деньгами, там заботишься о детях, чтоб они преданными стали, где здесь для тебя жизнь? Почему ты не можешь деньги зарабатывать? Это иллюзия, так думаете. Предный должен зарабатывать деньги, чтобы служить Кришне, иначе как он будет служить без денег? Просад не приготовишь, одежду для Кришны не купишь, ничего не сделаешь для Бога. Видите, но если вы не понимаете, для чего вы работаете, вот это уже другое дело. Вот здесь уже карма начинается, означает страдание. Чем больше, тем хуже. То есть надо понимать, для чего ты делаешь, пытаться глубже, глубже понять. Некоторые думают, а невозможно работать для Кришны. Не факт. У меня есть один знакомый, в Краснодаре, преданный, он мастер церков, и он работает для Кришны. И он постоянно в экстазе там находится, о всех заботится, и люди к нему подходят, и постоянно советуются с ним, как жить. Вот многие непреданные, с ним работают простые люди. Чуть трудность жизни возникла, к нему подходят. Почему? Потому что они знают, он поможет. У них есть вера в него, в этого человека. И постепенно люди становятся преданными там так же. Он их кормит просадом, они знают, что такое просад. Он приходит просад, там всех кормит просадом, для Кришны работает, вот всем помогает там. Что, он непредным служением занимается? Людинным служением занимается, просто у него такая форма. Он там детали делает на заводе, и при этом он служит Кришне, и все в экстазе от него, он тоже в экстазе. Ведь церковь в нектаре, все в просаде, матом никто не ругается, там боятся, потому что он говорит, ты что, Бог не хочет этого? Будешь ругаться, я тебя уволю. Он говорит, а я хорошо работаю, ну по барабану. Все, матом никто не ругается, все едят просад. Все. Экстаз, можно так жить? Было бы желание, было бы желание. Вы говорите, не знаю, попробуйте. Нектар сразу будет распространяться. Предные же не должны, как бы они отгораживаться от всего, и там кучковаться, и непонятно, откуда просад тогда будет браться. Предные должны везде работать, везде ходить, все делать, то, что нужно делать. И все будут направляться нектаром вокруг. Все будет счастье, будет приходить, вся жизнь людей, будет счастливой. Предные не должны ничего бояться. Вот есть такая проповедь, как у меня, допустим, я проповедую так, что никто не возбуждается, никто не думает, о, он всегда. Все как бы счастливы, все хорошо, но есть предные, которые могут проповедовать по-другому, у них другой вкус. Допустим, у меня у жены совсем другой вкус проповедуют. И когда в машине едем, я люблю просад есть, а она любит распространять. Разные вкусы у предных есть. Иногда мы сочетаемся в этом, иногда нет. Потому что я когда беру, мы на беговой брали просад, и самый лучший просад, я говорю, вот это вот не распространяй, а мне. Вот, и давал ей. Она ехала, и машина останавливает, и водитель, мы даем ему деньги, и она такая раз, ему просад водителю, тот, который я себе взял. И она говорит, ну прости, я как бы не смогла, вот я хотела ему это дать, ну что я могу сделать? Мне хотелось распространить просад. Разом была такая ситуация, там было пол пирожка, по-моему, то ли от Касаев Махарадж, то ли от кого вырвали. Пол пирожка, понимаете, это откусанное, покажу. Мы это называли ништяки, детские. Ништяки, ништяк был. О, пирожка. Вот. И эта машина остановилась, она водителю дает ништяк. Берет, он берет такой, она на него смотрит такая, не Тилака, она с Тилкой всегда есть, не прямая проповедь. И Тилака такая, она такая дает ему этот ништяк. Он берет такой, что это, что это, что это. И у нее смогут есть уже. Он сам начал есть, представляете? Я вспотел прямо, у меня уже, вот такая проповедь. Я вспотел в это время, такой сижу, вот это да, такой мне аж нужно стало. Она, кушайте, кушайте. Я такая на него, гипноз такой идет, он такой ест, такой, спасибо. Я не знаю, как это происходит. Это мистика. У всех по-разному все. Поэтому, как бы, я не знаю, у вас может так будет, у него так. У кого-то, у всех по-разному, Кришна отношение стоит. Кто-то с Тилкой на работе даже ходит. Всем на всем нравится. Но надо быть самим собой просто. Преданные, они когда очень естественно в обществе находятся, то люди принимают это. У меня есть одна знакомая, она доктор наук, доктор медицинских наук, в Москве, преданная, матуша Сарапалика. Она ходит, у нее джиганатха вот такой вот. Джиганатха такой, вот здесь, значок, джиганатха большой. И она с ним ходит такая, перед этим профессорами, докторами наук. И одна при мне спросила ее, это что у тебя за четки там? Она говорит, это не четки, как Господь, та такая, не четки. В смысле? Она говорит, вот смотрите, Господь, когда очень сильно ждет своих преданных, у них глаза округляются, рот пересыхает, и вот это изобразили, та такая. и пошла, короче, она ее так воткнула, это на банкете вот это было. И только пошла, ничего не поняла, что происходит. Она там, доктор наук, дистанционный совет входит, и ее просто, дальше получила, джиганатхи, джиганатхи, и она иногда очень смело себя ведет. Прямо в тех кругах, где вообще невозможно это никак, джиганатхи, джиганатхи, джиганатхи все получают. Дранила всегда, у него на мобилке всегда этот, бхактиганатхи, махарадши, вот мне никто никогда не просил включить мобилку. Его всегда просит, он на посту, да? Всегда просит, чтобы он мобильный телефон, включает, получает датшин, бхактиганатхи, махарадши, выключает, до свидания. Мы когда божеств возили, у нас было много-много всяких чемоданов. Мы в поезде едем, много-много всяких чемоданов, но всегда показывали только на один. Заходят таможники, смотрят на чемоданы, откройте этот чемодан. Мы чувствовали, как там что-то особенное. Откройте этот чемодан. Мы таки открываем, мы говорим, здесь божества. В смысле? Но мы поклоняемся Богу вот так вот. И такие, как бы, там женщина одна была, такие, как бы, она, давайте я. Там, ну, они, божества были закрыты, все. Она такая, аккуратно такая, такая, открывает. Жена говорит, очень аккуратно, очень, нельзя дофрагиваться, такая, там, все понятно, все, не волнуйтесь. Такая, раз, открывает Господа читание, лицо такое. Я второго тоже хочу посмотреть. Все, Даршин получил, а дальше все закрывается. Больше ничего не смотрит, пошли дальше. Даршин просто получать хотел, и все. Нужно было просто дальше. Ну, то есть, предные могут по-разному себя вести. У меня, мы через казахскую границу ехали, один предный у меня, такой простой, он говорит, это бронза, на божество. Бронза означает, да, что будут проблемы. Нельзя бронзу перевозить через таможню. И все, мы там начали нас раскупоривать, все там искать, там, у божества, божества золотые украшения есть, это вообще уже контрабанда. Но там, в общем, мы перепугались страшно. Я уже начал молиться Кришне, и как только я начал молиться, думаю, Кришна, помогай, я все, мы не можем самим ничего сделать. Сейчас нас точно конфискуют все. Страшное дело. У нас много там украшений было, всяких камней для Кришны, там, ну, страшно, просто контрабанда. А там казахская граница, вообще беспредел. Они им все равно, что ты там говоришь, и просто все конфискуют, и до свидания. Да, божество конфискуют, это вообще для нас страшное дело. И мы испугались. Я начал молиться Кришне, выходит такой таможенник, когда я начал молиться, выходит таможенник, погоны такие, ну, майор, что ли, еще кто-то, таможенной службы, аркетий всякие медали здесь. Ну, такой серьезный дядька. Выходит такой, вот так. На запах идет. Подошел к чемодану, на запах такой. Не смотрит там ничего, просто нюкает. Смотрит на меня такой, благовоние есть. Я говорю, есть. Такой раз вытаскиваю, раз подарил благовоние. Точные были такие. Ага. Прасад есть? Раз ему Прасад достает, Прасад, он такой раз Прасад есть, такой, музыка есть. Раз есть. Аинду поставил. Он выстроил все, в этот наряд весь, там четыре человека стоят такие. И вот это было, реально так было. Он идет перед ними такой, благовоние так несет. Вот, и есть Прасад в это время. Играет Аиндра в это время. Хреб, Кришна, там. И он такой, носит так между ними, благовоние, говорит, все, говорит, курить теперь не будете, говорит. Ахахахахахахахахахахахахахахахахахахаха. И все, отправил нас. Поэтому разные есть виды преданного служения. В этом мире преданные всегда востребованы. У них есть раса самая сладкая. Она нужна всем. Просто надо искренне как бы жить. Кто-то любит это аккуратно давать, кто-то любит напрямую. Всех по-разному это проявляется. Надо просто учиться жить для Бога. И все. И все будут счастливы вокруг. Просто люди сами не знают, что им надо в жизни. Не знают, что Господь самый дорогой. Что Господь нужен больше всего на свете. Больше никто не нужен на самом деле так сильно. У нас другие взгляды. Мы обмануты. Поэтому мы не знаем, что нам надо на самом деле. Какие еще вопросы? У нас время так как? Время уже закончилось. Да? Как мужчине развить разум? Как мужчине развить разум? Понимаете, разум это что такое? Разум это сила, которая дает человеку возможность быть вдохновленным. То есть разум это энергия, которая ведет по жизни. Понимаете? Вот если человек вдохновлен своей работой, значит разум уже включен. Если человек вдохновлен работать над собой, если вдохновлен какой-то миссией человек, то это означает, что разум работает. У женщины разум развивается через отношения. Женщина вдохновлена отношениями, она живет не для себя, знакомится со всеми, общается. У нее так разум, у нее творческие какие-то способности проявляются. Она так разум развивает. У женщины разум развивает через сердце. У мужчины через вдохновение менять себя. Все, ну как бы что-то делать, трудиться. Но все виды вдохновения на самом деле, они возникают от вдохновения духовной жизни. Когда человек поклоняется чистому преданному, или у него есть какое-то служение, он ему служению поклоняется, или он поклоняется алтарью. Надо найти вот эту свою форму, что тебе нравится. Когда человек начинает поклоняться, то у него вот сама идея вдохновения, она сначала приходит в сердце, а потом прорывается через какую-то деятельность. Сначала она в сердце начинает жить, эта идея вдохновения. И человек в это время, его ничего не интересует кармическое, проходит какое-то время, год допустим. И у него прорывает, он начинает уже потом интересоваться и что-то делать в этом мире. Сначала формируется вот эта вот идея вдохновения, сама жизни. Понимаете, мы спим, у нас нет жизни, мы не живем, но когда прежде начинает служить, он оживает и у него появляется желание потом делать что-то. Допустим, Джайананда Прабуон очень был вдохновлен делать коресницы, он целыми днями это делал и все, кто проходили мимо, коресница на улице стояла. Все, кто приходили мимо, он настолько вот они видели нектаров туда, они останавливались, говорят, а что ты здесь делаешь, расскажи. И он начинал рассказ, человек начинал ему помогать, он забывал куда он шел, потом он брил себе голову, шуйку отразил и понеслась. Ну люди просто были в экстазе рядом с ним и у него всегда хватало помощников, для всех всегда хватало просада, он был очень вдохновлен этой деятельностью, он забывал про себя, понимаете. Вот, предный, сначала, но он работал же, он работал, он просто колотил гвозди там, вот так. У всех по-разному проявляется. Чем заниматься в этом мире? Мы не знаем, потому что душа отравлена очень сильно тяжелой кармой сейчас в мире. Люди, вот эта тяжелая карма, она закрывает все пространство и человек не знает, что ему здесь делать, он не понимает, где работать, что делать. Не бойтесь ничего, просто начинайте, все равно с голоду не повред, что-то будете делать. Но не обращайте на это внимание, пытайтесь пробудить в себе высший вкус. Если высший вкус, появляется энтузиазм служить, появляется предный, дальше предный находит себя в этом мире. Проходит немного времени, он уже что-то делает и он в экстазе участвует. Причем Кришна дает такие виды деятельности, которые всем хорошо. Допустим, я знаю одну преданную в Матаджи, в Краснодаре, когда я останавливался, там жил. Она чем занималась? Она пекла пирожки. Очень много пирожков. Шла на рынок. Она до этого торговлей просто занималась. А потом она перестала торговать, пекла пирожки. И на рынке пирожки ходят и такая, хочешь пирожок? Такая, раз ему пирожок, другому пирожок. И люди спрашивают, а сколько стоит? Она говорит, ну, столько вот можешь дать. Раз дает, туда не дает. И она ходит. И постепенно народ уже знает, что надо пожертвовать. Пирожок дали, надо пожертвовать. Пирожки вкусные. Как только она приходит, сразу кто-то на нее нападает. А мне пять пирожков, вот, пожалуйста, все. И она только приходит, пирожков нет. Почему? Потому что нектар. Все видят, что она ничего не хочет, она не торгует. Она просто вот, она говорит, освещенная пища, освещенная пища. И люди, когда там уже много лет, люди знают, что вот это самое вкусное, надо быстрее брать, потому что не хватит. Она приходит, здесь прошло, пирожков нет. И сразу все набросали туда денег. Все, так она живет. У каждого свой стиль служит Богу. Кто-то там работает, кто-то здесь работает. Все счастливы, на самом деле. Кто хочет в энтузиазме жить для Бога. Богу нужно все. Нужно дома, чтоб строили. Нужно, чтобы станки делали. Нужно, чтобы гвозди колотили там. Все что угодно. Все ценно. То есть, и кому отдавать? Обычным людям можно отдавать, но делай сердце для Бога. И этот дом будет наполняться нектаром. Он становится востребованным. Потому что, когда человек, сердце для Бога все делает, из его рук выходит такое чудо, что оно потом всем нужно. Одежда для Бога, когда шьется, человек носит, он чувствует счастье в ней, в этой одежде. Понимаете, все, что для Бога делается, оно приносит другой результат. Потому что, по факту, вроде бы ты одежду на продажу делаешь. Но если ты для Бога делаешь, ты пересилил себя, я для Бога делаю одежду. Ты уже не будешь просто так ее шить. Ты будешь шить очень хорошо. Потому что для Бога нельзя шить плохо. Это я для Бога сделал. И человек приходит, опа, одежда, какая мне надо. Почему? Потому что она нектарная, она сшита. Люди же чувствуют, сколько в любви туда вложено. Если любви много, он, я хочу взять эту одежду. А это ручная работа. Я как бы очень много сил вложил. Вот это чуть подороже стоит. Да мне по барабану, мне это нравится. Раз, дал денег, все. Понимаете? Я вам привожу примеры, которые я знаю. Я ничего не придумываю. Можно безделушечки для Бога даже делать. Один преданный на юге, он делает какие-то ракушечки, там лепит. Там пишет какие-то слова, там ваишнавские. И так красиво получается народ, там туристы просто все расхватывает у него сразу. Можно так жить для Бога. У всех по-разному все получается. Все, я смотрю, вы такие уже счастливые. Все нормально. Наверное, пора нам расходиться, да? Нести шести. А? Нести шести. Да. Что ты несешь, говорит? Я несу радость людям. Всем служить. Слышать. Ракришна, дорогие преданные, спасибо вам за то, что пришли и на лекцию. Спасибо всем. Спасибо вам большое. Я мог что-то сказать, помочь. Может кто-то что-то дополнит. Может нам опять что-то сказать. Но спасибо всемport quinцаме. Спасибо всемports всеми. И мне учиться. И мне учиться. Спасибо. Продолжение следует...